О май гаш! Это шесть! Включаем замедленную съемку, она просто носом воткнется сейчас в асфальт, ребят! Оооо! Ну после такого удара, вероятность выживания просто ноль! Опять падает на колеса! Ну нет, его просто как колобка сейчас начнет крутить, да! Двигатель вышел уже из строя! Ты посмотри, это просто колобок! У него аж оторвало колесо и немножко, мне кажется, стало грустнявые какие-то глаза! Окей-окей, всем привет, ребят! Вы на канале Fanny Games TV! Я сейчас нахожусь внутри машины, которая называется Vigion! А эта машина примечательна тем, что у нее, ребят, сейчас я вам покажу, три колеса всего! Вы посмотрите, она похожа на какую-то машину-амфибию! Ну, вроде как она должна уметь и плавать, и ездить в Vigion! Смотри, ну у нее есть такое сзади крыло и усиленная рама! И мы сейчас с вами ее запустим с трамплина! И посмотрим, что она из себя представляет! Внутри вот она вот так выглядит! Ну, вот эта вот усиленная рама или как это называется, я не знаю, если кто из моих подписчиков, кто разбирается в этих спортивных всяких гонках, вот, скажите, пожалуйста, как она правильно называется! А я поехал тем временем, ой, жесть, и прям сразу с обрыва! Ты посмотри, жесть ее развернула, но она живая! Разворачиваемся! Ой-ой-ой, какая она неустойчивая, ребят! Я напоминаю, что эта игра называется BNG Drive, где мы с вами ломаем и разрушаем машины разными способами! И, похоже, этой машинке не повезло! Но она еще на ходу, ребят! Она еще едет! Посмотрим, сколько она пролетит! Буквально 100 метров! Давай замедленную съемку и посмотрим, что с ней случится! О, ударе от земли! Бо-о-о! Все-то тряслось просто! Но она жива! Посмотри, внутри... Это мы переместимся! Ой, летим, летим, летим! Смотреть, с этого большого трамплина летим вниз! Давай, попробуем ручник! Включить я включил ручник, ее вертит, разворачивает! Ну, внутри сидел, если бы водитель, он бы на езях выжил! Потому что машина, все сильные рамы, и она просто приспособлена к этому! Давай, теперь попробуем нормально ее, короче, спустить с трамплина! Буду пытаться управлять ей! Так, надо бы посмотреть, сколько она набирает! Скорость, блин, у нас здесь взлетает за счет своего крыла! Она просто сразу летит! Надо как-то потихоньку с трамплина попасть! Во, вот сейчас я ее сбалансировала! Скорость 140, 160, 180, ребят! 200 километров в час! И куда она улетит? Ой, жесть, 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 жесть! Включая замедленную съемку! Смотри, все на месте, колеса целые! Отлично! Вообще она себя ведет, а вот сейчас начнет, видимо, кувыркаться! Да! Жих! Опять вставим замедленную съемку! Вот сейчас будет очень жесткий удар, похоже! Смотри! Бах! Капот смяло, колесо целехонько! Переднее колесо целое! Вообще, наизи она даже на колеса обратно встала и едет еще дальше! Смотри! Это просто жесть! Эта машина неубиваемая! Она реально, видимо, предназначена для таких гонок! Даже еще двигатель целый, она застряла, завязывала в песке, но газует и едет! Пожалуйста! Там, видимо, радиатор потек, пар, видишь, пошел из-под капота, но она живая! Ладно, давайте попробуем другую версию этой машины, допустим, выбрать! Здесь вот я сейчас вам покажу! Есть даже эта версия этой машины, четырехколесная, и есть вот такая, в виде монстр трака! Давай попробуем вот эту четырехколесную черную взять, она какая-то гоночная, я не знаю что с ней! Вес у нее всего 500 килограмм, присад 500 килограмм! В принципе, наверное, человек способен такой вес на руках перенести! Давай попробуем запустить эту машину! Возвращаем ее на стартовую позицию и поехали! Теперь четырехколесная версия, ребят, попробую потихоньку здесь спуститься, чтобы сразу не лететь, чтобы максимальную скорость набрать! Но она уже начинает как-то вести себя странно, но летит пока, едет хорошо! Ты посмотри, уже 200 километров в час, а мы еще даже к обрыву не... Не, как сказать, не дошли до обрыва еще! И все, полетели, не приблизились! Ой, так она вообще наизят! Она просто на колеса, ребят, приземляется, она достаточно устойчива, за счет, видимо, своего крыла, вот этого аэродинамического, или как это правильно называется! У-у-у, вот это жесть! А, с колесами у нее, в принципе, все, ага, но они стали вот так на рога или как-то называется, я не знаю... Ну, она едет, она управляется достаточно неплохо! Ладно, окей, попробуем взять что-нибудь покруче, какую-нибудь тачку, допустим, Ламборгини! Есть у меня покруче, ребят, тачка, чем Ламборгини, называется она Piano Cerberus GT9000, я не знаю, кто ее производитель, но вроде бы написано филиппины филиппины серьезно производитель и ты посмотри на нее это просто какой-то суперкар офигенно она выглядит я не знаю как ты посмотри двигатель где у нее находится в он сзади вот можно через стекло его разглядеть скольки он цилиндровый непонятно раз два три четыре пять десяти что ли десятицилиндровый вести цилиндровый движок ребят это жесть она часа разгонится наверно до 400 километров послушай это двигатель давай попробуем прогреть а нет не получается почему-то у нее сразу включается а сразу начинает ехать даже нет у нее как это я не могу указануть не знаю почему ладно давай попробуем ее запустить не скоро ты посмотри нет 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 о май гас это 6 включаем замедленную съемку она просто носом воткнется сейчас в асфальт ребят у нас после такого удара вероятность выживания просто 0 0 просто ты посмотри ее смело какую-то туалетную бумагу куда она дальше еще улетит о май гад она еще по инерции продолжать лететь долетает практически до этого какого бассейна и все ну это жесть тут все тут просто живого места на машине нет ребят это просто же вот так как офигенная попробовать назад заедет ли она назад давай поглядим да да по-моему ей вообще просто просто начекать любую высоту давай в обратно смотри мне как взлетела ты посмотри просто же взлетает назад и вылетает обратно что происходит отчуметь она просто назад на трамплин практически заехала что как отчуметь ты посмотри ну смотри она на трамплине развивает скорость 200 уже в гору есть 250 в гору ребят как это возможно как это возможно 250 в гору ну нет я сейчас я немножко газ сбавил и она конечно не долетит ух жесть опять просто с ней что-то случилось не то давайте попробуем теперь монстр трака взять так возьмем наверное опять этот виджон и есть версия вот такая смотри монстр трак версия давайте возьмем его и испытаем запустим его с трамплина ух ну что смотри светофор уже загорелся нам зеленым значит можно стартовать поехали ничего себе он сразу на дыбы встает вот это жесть так как управлять им я пока не понимаю ребята он сразу встает на дыбы это жесть ты посмотри он неуправляемый так 160 км в час скорость отлично у него тоже усиленная кабина вот эта рама 150 он развивает максимальную скорость и ух он просто отпрыгивает как попрыгунчик у май гад ты посмотри он ударяется крышей об асфальт об бетон этот здоровенный жесточайший и опять падает на колеса но нет его просто как колобка сейчас начнет крутить да двигатель высел уже из строя типа смотри это просто колобок отчиметь смотри его как он еще еще мне кажется пока него болтала туда-сюда он еще скорость развил у нее и похоже сейчас как вон кабину оторвет от рамы смотри смотри да он просто превратился в колобка и докатился практически до финиша но колеса даже не отлетели колеса на месте но кабина просто я не знаю стала разрушена и пришла в негодность я не знаю ребят возможно ли выжать от такого удара это мне кажется нереально по моему даже вот этого сильная рама не поможет давайте еще раз попробуем это повторить попробуем еще раз запустить ну ты посмотри если сразу нажать на гашетку на газ и этого джипа начинает как бы поднимать кверху его закирать у него просто задние колеса ведущие видимо и очень несбалансированный какой-то джип получился ладно давайте посмотрим что сейчас у нас получится с вами 160 километров в час больше не развивает сожалению замедлим опять он удаляется опять по такой же по такому же сценарию все происходит он ударяется колесами так и колеса у него достаточно громоздкие накачаны в них много воздуха эти колеса срабатывают как батут подкидывают его кверху и он летит и падает на кабину смотри сейчас на заднюю часть кабины опять его переворачивает ну раму вот эту усиленную по моему даже не по я не знаю все давайте запускаем на максимальной скорости опять на колеса ну на этот раз нет его бокам теперь у его бокам теперь начал кидать у микросон даже на колеса приземлиться ребят ну сейчас от повело конечно посильней сейчас вот кабина хоть и крышу не оторвало но колеса смотри раму повело все раскрыл раскурочила просто а а двигатель то еще и целый ребят двигатель целый она еще она еще едет эта машина ты посмотри что происходит каким образом только непонятно там уже не масло все вытекло наверное но едет смотри гребет прикольно давай попробуем эту машину запустить в бассейн для начала я выбрал ребят вот такой вот бэнтли я не помню как она называется если вы просто бэнтли не знаю если кто-то разбирается напишите в комментариях как это бэнтли называется у него вот есть выдвижное такое крыло выехала не знаю каким образом его спрятать так это у нас сигнашка не знаю каким образом спрятать это фары мы включаем давай короче попробуем запульнуть бэнтли все у нас зеленый цвет мы можем запуливать ее в бассейн но она похоже перелетела что ты делаешь куда о май гад она перелетает бассейн ребята видимо слишком быстро и падает просто на крышу после такого вероятность выживания равна нулю просто ноль после такого удара никому не выжить давай попробуем ее запустить так не по центру а вот так делать сальтушку такую приколюшку не боевать сейчас мы залетаем в бассейн но ударом воду наверно тоже свое что-то сделать сокрушительное ну-ка давай посмотрим хотя нет абсолютно все с машины все в порядке просто утонула принципе водитель может отстегнуться вылезти и выплыть на поверхность короче это абсолютно безопасно ладно попробую сейчас теперь монстр тракет запустить давайте с левой стороны ухо сейчас красивая сальтуха и воду прям да прям задней части машины как это называется под водой умеешь ездить не двигатель сразу же пришел в негодность видимо я случился гидроудар наполнится водой и он просто заглох ну чтож теперь дело дошло до этого мастер так и смотрите вот сейчас я просто нажму на газ ребят он сразу встает на дыбы и переворачивается как его вернуть обратно так давай попробуем задний ход ну нет задний ход не помогает двигатель уже начинает что там сгорать что-то с ним происходить все это в этом машине все гг то есть ее надо просто возвращать обратно иначе никак и подожди вернись вот все если я нажимаю резко на газ она просто дает на дыбы жесткая какая-то тачка не знаю как и ей управлять давай потихоньку потихоньку ну ну нереально давай давай вот все набрал скорость попробуем по центру прямые запулить и она спокойно летит да просто просто залетает в воду падает и она даже никто не за счет того что у нее просто огромные колеса с воздухом ребят ей пофигу она вообще не тонет давай 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 но и жесть и и поднимается поднимает вверх вот сейчас нормально вот сейчас нормально давайте попробуем сальтошку сделать с этой машины хорошо долетит ли она до бассейна до долетает ба что с кабиной кабину даже не погнула буду даже стекла целые остались абсолютно ничего с этой машины просто ничего это ее надо знаешь ее на запускать мимо бассейн и тогда смотреть какие с ней будет разрушение за счет своих огромных колес она просто сможет переехать вот это заграждение давай попробуем а давай проверим сможет ли она переехать заграждение у меня кстати есть крутые монстр траки ребят да смотри а просто переезжает вот здесь давай замедлим и посмотрим какое разрушение будет упав такой высоты а упав такой высоты я не знаю но был выжить по моему тоже же нереально тут сколько метров ну я не знаю даже сколько там метров наверно 30 это стакада висит давай посмотрим хотя двигатель еще работает ой да тут больше чем метров 30 ребят это явно выше чем девятиэтажный дом где-то ну может быть метров 35 примерно даже не знаю на скидку давайте пусть даже 30 метров будет смотри колесо просто зашло в салон салон вообще вдавила куда-то макинет машинка это черепашка это грустная машинка такая есть на пульте управления накрутиться ребят и вода тоже смотри я просто нажал на газ и и просто крутит и все перевернула на кабину ну что ж ребятки на этом первая серия подошла к концу ставьте лайки подписывайтесь на канал и продолжим уже в следующем видео у меня еще очень много материала которое не вошло в эту первую серию но обязательно войдет во вторую так что слава лайк подписка и колокольчик всем удачи и пока а